Я с ней знакома с момента её прихода в клуб Антей, можно сказать, практически. Это больше, наверное, уже восьми лет на сегодняшний день, да? Буквально даже ещё года три назад, то есть это, так скажем, её победы, да, это были попытки каких-то усилий, попытки труда. В настоящее время, то есть Бриллиант получил огранку, и с каждым днём, как говорится, он становится всё дороже и дороже. Элина Гоук – заслуженный мастер спорта и абсолютная чемпионка мира по бодифитнесу. Трижды Тюменко подтверждала это звание среди юниорок, и вот очередное золото уже на чемпионате мира среди женщин. Подтверждать всегда сложнее, то есть вот у меня за первое место 2011 год, но ВИСАД, то есть это я, когда первый раз стала чемпионкой мира среди женщин и выполнила звание. А это я подтвердила, ну так для себя, вот. За восемь лет домашняя пианино превратилась в пьедестал почёта. Подтверждать успехи в музыке у Элины особого желания нет. Она добилась своего и сегодня впервые за несколько лет вспомнила, как это было. Когда я не успевала, ну, к этому, к выпускному экзамену подготовиться, потому что у меня соревнования были, экзамены в школе, я сидела, плакала, жаловалась маме. Мама говорила, ну, не хочешь, не заканчивай, тебя никто же не заставляет. Я сказала, нет, я закончу. И я закончила, за майские праздники выучила всю программу, которую должна была за год выучить. Тут вообще плохо. Свой характер Элина показала в пять лет. Сказала маме, что будет гимнасткой и стала упорно заниматься. Уже тогда она мечтала о больших победах. И случайная встреча с заслуженным тренером России по бодибилдингу, придуманную сказку, сделала былью. Евгений Колтун уговорил Элину сменить направление на новое в те годы и такое смелое для юной и хрупкой девочки. Элинка ко мне пришла где-то в мае 2003 года. Ей было 13 лет. К ней было очень большое внимание сразу. Ее вот такое, как у нас говорят, веобразное верх тела, то есть это талия узкая, плечи, так сказать. И было очень внимание, она была такая юная очень такая. Ну, интересная внешняя и так далее. Евгений Сидорович очень хороший мотиватор, пиарщик. И вот мы не первые девочки, кто с гимнастики пришли. Мы видели других спортсменок, видели их звездные часы. И вот это, наверное, привлекло. Ведь каждая девочка хочет свой звездный час, маленькая, хочет стать королевой. Новое спортивное увлечение дочери мама сразу не одобрила. Ей казалось, не женское это дело, ворочать железо и толкать тяжести. Но со временем и ее взгляды кардинально поменялись. Сказалось веское слово тюменского основателя культуризма. Евгений Колтун настолько поверил в Элину, что убедил всех вокруг. Эта девочка будет лучшей в мире. Я еще по первости у Элинки спрашивала, говорю, вот слушай, вот они в купальниках вот такие, а в платьях. Она говорит, мам, и в платьях тоже очень красиво смотрится. Я еще переживала, как это вот такая вот вся накачанная. Думаю, у меня дочь такая же будет. И говорю, как это она будет в платье смотреться? Она говорит, мам, хорошо. Ну, я успокоилась, в конце концов. Образы во время фотосессии Элина придумывает сама. Ей это очень нравится – позировать и удивлять, быть разной, но всегда яркой и неподражаемой. Она никогда не отказывается от удовольствия поработать на камеру. Умение произвести нужное впечатление – часть ее успеха. У нас ведь спорт не конкретный. У нас нет таких оценок, как, знаете, конкретно в гимнастике за какой-то элемент носочки не оттянул, что-то коснулся, какие оценки снимаются. А тут этого нет, так же, как в фигурном катании. Но оценка именно, как в таких видах спорта артистизма, скажем, фигурном катании, она такая колеблющаяся. И у нас тоже эти оценки связаны с тем, насколько судьям понятно, каждому судье. То есть они зависят от судей, которые сидят в этой бригаде сейчас конкретно. Общие тенденции понятно, но каждому, может быть, сравнить разные люди, нравятся. Элина берет жюри природными данными и непосредственностью. При росте 157 сантиметров она всегда на высоте. Кураж, улыбка, походка. Естественно, пропорций мало, нужно построить тело. Из этих пропорций слепить тело. Ну, тут приходится трудиться. Она вообще к тренировкам от самого начала относилась и сейчас, тем более, относится крайне серьезно. Она человек очень упорный, очень такой целеустремленный, очень характер просто у нее такой бойцовский. Она всегда, как бы, как сказать, перфекционист, она всегда хочет сделать все на пять. Вот она стремится, стремится к этому. И вот, ну, хотя, в общем-то, она по природе скорее, может быть, интроверт. То есть у нее внутри все это находится. Вот, она редко, чтобы она там заплакала, например, или прочее. Я не могу сказать, что я себя ущемляю. Я уже как-то, может быть, адаптировалась к этому. Ну, это, соответственно, диета, все вареное, пареное, несоленое, яйца, грудки, рыба нежирная, морская, рис, гречка. Ну, и все вот это, как бы. И у каждой спортсменки это все в определенном количестве, в зависимости от ее веса, от ее внешнего вида, формы. Непосредственно ближе к соревнованиям все, ну, так сказать, уже встречаются, уже встречаются тренировки, уже встречается питание. Неправильное слово подобрала, меняется. Вот. И вот, ну, сейчас, как бы, непосредственно уже перед самим турниром, там, у меня получается это от двух до трех месяцев. У меня две тренировки в день. Утренняя тренировка у меня, как правило, дольше, это около двух часов. Я нахожусь в зале вечерняя, как правило, короче, это часа полтора у меня уходит. После тренировки она любит прокатиться на машине по городу. Вечерняя прогулка коренную тюменку вдохновляет на новые подвиги. Но даже на обычной дороге Элина предпочитает путь вверх. Очень люблю историческую часть города, но больше люблю ездить, вот, заезжать на горочку, да, особенно вечером. Заезжать на горочку к строительной академии мне очень нравится. Мы все-таки небольшой город, но город такой очень развивающийся. То есть в одно и то же время, как бы, да, очень часто слышу, ой, тюмень-деревня. Ну, то, что все друг друга знают. Вот, это даже может быть клево. Ну, чувствуется вот вкус, запах вот этого вот развивающегося, нового что-то, европейского может быть. Это тоже здорово. В дождливую погоду сильная девушка не прочь посидеть дома и взять в руки спицы. Монотонное занятие успокаивает и расслабляет. Это гетрик из моего, одного из моих образов. Вот. Я не успела один довязать, он был немножечко короче, сейчас его довязываю. Своё женское увлечение Элина не афиширует, может, потому, что в этом деле ещё не достигла вершины успеха. Очень часто спрашивают в интервью, ваше хобби, чем вы занимаетесь, какие у вас любимые занятия. Я всегда затрудняюсь ответить, ну, какие у меня могут быть любимые занятия, кроме моей работы, моих тренировок и учёбы. В принципе, как бы, заниматься-то ещё чем-то нечем. Времени нет. Единственное, что, ну, как бы, когда я отдыхаю дома, да, там, я читаю книжки, там, журналы читаю, в интернете сижу, как все нормальные люди, да, вот. И очень-очень давно собираюсь пичать коробки из разных стран, из разных отелей, из разных гостиниц, ресторанов. За каждым коробком целая история. Серия многократных побед и незабываемых встреч. Правда, ни одна из них ещё не пронзила сердце красавицы стрелой Амура. Нет молодого человека сейчас нет. Наверное, чтобы был молодой человек, это нужно посвящать себя, отдавать себя этому человеку. Я сейчас пока не готова, опять же, говорю, да, что вот у меня, как бы, есть цель. И я вот сейчас отдаюсь ей. Она себя пробует в тренерстве, в менеджменте спортивном. Вот, она заработала тут в одном из залов, сейчас пока перестала работать, подготовка была очень серьёзная. Думаю, что будет дальше развиваться в этом направлении. Она в прошлом году закончила, значит, институт физкультуры, причём закончила первой ученицей. Она ей торжественно вручался диплом ректором. Она была лучшей, значит, из выпускниц института физкультуры. Это очень хорошо. И директор института, Зуя Фалитина Кюрс, пригласил её вместе с Юлей в очную магистратуру, в которой она сейчас, как раз, учится. Я, да, как бы расставила приоритет, что для меня сейчас важнее, это подготовка, этот старт. Железная леди придумывает себе разные мечты. Большие, маленькие, не держит их в секрете, потому что, рассказывая о желаниях, ещё больше себя подстёгивает. Старается приложить все усилия, чтобы задуманное свершилось. Я знаю, что у неё была такая детская, может быть, мечта, поехать в Америку, увидеть Арнольд Шварценеггера, как бы она об этом много говорила. Чемпионка верит, что это желание рано или поздно сбудется. Шварценеггер для неё идеал мужчины. В детстве она мечтала выйти за него замуж. У меня нет знания языка, к сожалению. Поэтому я, наверное, не смогу с ним пообщаться. Вот, ну, попрошу с ним сфотографироваться. А если будет какое-то общение, ну, может быть, это общение будет, он будет жать мне руку, награждать меня, вешать мне медаль на шею. Ну, вот, если будет общение, то будет, пусть будет вот такое. А так мне достаточно его только увидеть. Элина привыкла быть в центре мужского внимания и на улице, и в спортзале. Сама по себе красивая. То есть я вот согласен с тем, что вот те девушки, у которых очень, так выраженная, очень большая мышечная масса, это им точно не идёт. То есть это неправильно. Я с этим абсолютно согласен, с тем мнением, что это, ну, как бы, ни их, ни вид спорта. Ну, на самом деле, вот, бодибилды. Но вот бодифитнес и фитнес, это к ним подходит. Потому что там не так выражена большая мышечная масса, это во-первых. А во-вторых, это выглядит очень красиво и эстетично. В бодифитнесе возраст для женщины не помеха. Поэтому Элина Гоук решила железно. Это её путь навсегда. Сильный дух нуждается в сильном теле. А с теми, кому это не нравится, Элина никогда не спорит. Уважает мнение других и не сдаётся. В её руках сейчас самая большая победа. Железная, одновременно такая обаятельная леди нашла себя в жизни. И в этом её сила. Редактор субтитров А.Семкин